Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Русева Ксения. Я являюсь абсолютным победителем Всероссийской Олимпиады школьников по английскому языку 2017 года и призером четырех вузовских олимпиад Ломоносов, Покореворобьевы горы, Ранхикс и Евразийская Олимпиада школьников. В этом видео мы разберем все тонкости написания артикл согласно требованиям Всероссийской Олимпиады школьников, умилимся Бэби Йода и узнаем, почему именно он поможет нам с вами набрать максимальное количество баллов за письменную часть. Итак, что же такое статья? Она относится к публицистическому жанру. Обычно я пишу для публикации в журнале или газете. Для статьи крайне важно четкое и ясное развитие определенной мысли. То есть мы не можем бросить ее на середине и начать говорить о геополитике и о слонах в Африке. Если уже начали, то нужно и закончить. Эта идея должна быть подкреплена аргументами и фактами. Также для статьи типичная генерализация, обобщение, мы не обязаны вдаваться в подробности. Просто можем сказать, что кошечки пушистые, опустив факт существования сфинксов. Также нельзя забывать и о выводах, которые должны присутствовать в статье. Автор может дать рекомендации по достижению определенных результатов. Все статьи можно разделить приблизительно на три типа. Первый – информационный. Примером является новостной репортаж. Второй – аналитическое. Здесь необходимо критически проанализировать определенные события, книгу, фильм, мероприятия и выдать свой вердикт. И третий тип статьи – это креатив. Здесь мы не излагаем, например, последовательность событий, как в новостном репортаже, а описываем их эмоциональную составляющую с точки зрения автора. Итого, статья пишется для ее публикования в газете или журнале. Важно мнение автора об описываемом объекте, мероприятии. Можно апеллировать, взывать к читателю. Крайне важно придумать такой заголовок, чтобы он привлекал внимание читателей. Далее следует не скупиться на идиомы и фразовые глаголы. Прямо все ими присыпаем. Именно здесь им и место. Риторические вопросы также приветствуются, так как они создают видимость диалога с читателем и призывают его к дальнейшему размышлению. Какие же стратегии можно использовать при написании статьи? Я бы порекомендовала вам следующие три. Повествование. Просто рассказываем о событиях. Далее. Описание. Очень удобно использовать его для описания места, где происходят события, самих персонажей. И третья стратегия – это дискуссия и привлечение аргументов. Но не стоит с ней увлекаться, у нас все-таки не эссе. В аналитической статье важно понять проблему. Нужно обсудить плюсы и минусы описываемого предмета. Важно мнение автора по проблеме и его аргументы. Можно, но не обязательно проанализировать мнение других людей. В аналитической статье стиль будет нейтральным, ближе к полуофициальному. Здесь удобно использовать стратегию привлечения аргументов. Данные linking words крайне необходимы при написании аналитической статьи. Поставьте видео на паузу и изучите их. Очень многие совершают в них ошибки и теряют драгоценные баллы. Но вы после просмотра этого видео так делать не будете. Теперь рассмотрим написание creative article. В ней нам необходимо описать ситуацию. Мнение автора здесь важно и нужно. Приветствуются аргументы из опыта автора и других людей. Заключение может быть написано в виде совета или рекомендации. Приветствуются идиомы, фразовые глаголы, яркий заголовок и волшебные эмфатические конструкции, про которые мы сейчас поговорим. Стиль здесь будет нейтральный, ближе к неофициальному. Из стратегии удобно использовать описание. В креативной статье нам необходимо ответить на вопросы what, who, when, why, how, what was the result, what happened in the end. Можно использовать описание личной реакции. Важна хронология. Нужно заключение. Из времен стоит использовать прошедшее время, так как часть всего мы описываем те события, которые уже произошли. Из фраз могут пригодиться следующие. Думаю, вам удастся справиться с ними, изучив их на паузе. Перейдем к эмфатическим конструкциям. Они предназначены для выделения определенной мысли из ряда других идей и помогают сделать на них ударение. Вот мы и добрались до бейби-йоды долгожданного. И инверсии. В обычном предложении существует обычный порядок слов. Подлежащее, сказуемое и все прочее. Инверсия – это такая ситуация, когда у нас вспомогательный глагол, например, do, стоит перед подлежащим. Такое безобразие происходит в вопросах и восклицательных предложениях. За счет этой инверсии и образуются эмфатические конструкции. Например, I love cookies. Дальше вопрос. Здесь появляется инверсия do I love cookies. Если мы эту инверсию поставим в обычное предложение, получится do I love cookies. Так обычно говорит бейби-йода. Происходит это в предаточном предложении, а в главном сохраняется обычный порядок слов. Начинаются эмфатические конструкции с lead words, которые делятся на следующие типы. Negative adverbals, restrictive adverbs или adverbals, adverbs indicating position of movement, after saying such to express result. Получаются такие конструкции. Lead words plus auxiliary verb do subject, verb, and the rest of the sentence. Изучите самостоятельный negative и restrictive adverbals на паузе. Теперь рассмотрим другой тип инверсии. В нем инверсия происходит не в предаточном предложении, но в главном. Маркером являются следующие слова. Only after, only by, only if, only when. Например, only when you see him will you realize how much. Что-то там. И фразы not since, till and till. Например, not since I was a child have I had such a wonderful holiday. Теперь самостоятельно изучите adverbs indicating position of movement и adverbals of place, so and such. И еще разок повторим структуру статьи. У нас есть headline, который пишем капслоком. Далее introduction, paragraph 1, 2, 3, плюс-минус 1, 2 параграфа и conclusion. Рекомендую вам придерживаться именно данной структуры. Теперь рассмотрим критерии оценивания письменной части, которые до окончания проверки работ и выставления баллов видят лишь жюри Олимпиады. Но нам они нужны для того, чтобы понимать, сколько баллов мы вообще можем получить и за что. Сейчас мы с вами разберем задание заключительного этапа 2019 года. Как видите, в тот год можно было получить максимум 18 баллов. Существует три главных критерия оценивания. Решение коммуникативной задачи или РКЗ, за которое на заключительном этапе 2019 года можно было получить максимум 5 баллов. Организация текста, максимум 4 балла, и языковое оформление текста. За него ребята получали максимум 9 баллов. Теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из данных критериев. Перед нами задание Олимпиады. Необходимо написать ревью, то есть аналитическую статью, про которую мы с вами говорили, по книге для журнала. Нам необходимо использовать данное начало текста, слова из него не будут считаться. Использовать информацию из факт-файла, выразить личное мнение о книге, дать рекомендации читателям. Объем 250-300 слов, но фактически разрешенный объем несколько отличается. И сейчас мы с вами про это поговорим. Получить максимум можно было, если выполнены все аспекты, указанные в задании. То есть ревью, начать словами, данными в задании, использованы опять-таки информация из факт-файла, выражено личное мнение о книге и даны рекомендации читателям. Объем текста должен быть плюс-мин с 10% от указанного в задании. Соответственно, 225-330 слов. Если выполнено в задании менее 225 слов, то работа аннулируется. Если же вы написали работу более чем на 330 слов, даже 331, то жюри будет проверять первые 300. И вы не попрощались, вы не сделали заключение, баллы посыпались. Соответственно, 1 балл будет сниматься за не раскрытие одного аспекта. 0 баллов за РКЗ, а значит и всю работу, выставляется, если отсутствуют все 5 аспектов. Формат не соответствует заданию, вы написали не в формате review on press story. Или если объем текста менее 225 слов, и если более 30% работы было списано из какого-либо источника. Далее. Перейдем к организации текста. За нее можно было получить максимум 4 балла, если работа не имеет ошибок с точки зрения организации. Что же входит в это понятие? В организацию текста классически входят наличие вступления и заключения, логика повествования, наличие грамотное использование linking words, которого, я надеюсь, изучили, деление на абзацы. Соответственно, если один из этих пунктов отсутствует или в нем совершены ошибки, то снимается 1 балл за каждый пункт. И последний, но не менее важный критерий – языковое оформление текста. Оно делится на лексическое, грамматическое и орфографическое плюс пунктуационное. За каждое из них можно получить по 3 балла. Лексические критерии проверяют адекватное владение лексикой, коллокациями и разнообразие словарного запаса. Грамматика. Грамотное и уместное владение грамматическими структурами. Орфография, пунктуация, прописание и знаки пропинания. Собственно говоря, как всегда. За одну-две ошибки выставляется по 2 балла. За 3-4 – 1 балл. За 5 и более ошибок – 0 баллов по данному критерию. Перед нами задание письменной части. Поставьте видео на паузу, изучите его подробнее. Теперь давайте рассмотрим работу Софии Пак, абсолютного победителя заключительного этапа 2019 года. Будем учиться у профессионалов. Как видите, в ревью приветствуется использование идиом. Даже в самом данном условии задания, в начале текста, оно присутствует. Павед the way too. Как вы видите, София использовала информацию о книге из факс-файла Плюсик. Обратите внимание на то, что все имена собственные, названия журнала, например, New Times и книги The Words for Stories of Love and Death, написаны капслоком, и это неспроста. Рекомендую придерживаться именно такого написания заголовков имен собственных, так как оно снимает многие вопросы по гипертализации. В английском языке в заголовках с большой буквы обычно пишут слова самостоятельных частей речи. То есть, существительные, глаголы, местоимения, наречия, прилагательные, а с маленькой служебные, предлоги, артикли, междометия и так далее. Чтобы не тратить на Олимпиаде драгоценное время на эти моменты, советую писать заголовок и именно собственные капслоком, как София. Информация книги из фактфайла использована, значит плюсик. The stories vary widely from one to another and compressing while some of them, for example, Gratitude by Andrew E. Hunt, definitely provide some food for thought. Образнимание идиома. Others such as hope-ed stories in the garden abound to cheer a reader up. Moreover, each story is written in a unique manner, since they all have different authors. Пример из фактфакта сравнены между собой. Плюсик. To make your reading experience even better, there are several recommendations. Firstly, you can read one story a day, so that the book will not be finished in a matter of hours. Secondly, it is always great to find a person to read together and discuss each story. Finally, you must even try yourself in 55 fiction, as the competition has never stopped running and is held annually up to now. Рекомендации читателям даны. Плюсик. All in all, I hope you will love this brilliant book as much as I do. If you are looking for a new favorite book, look no further. Here it is. Мнение авторства, техники есть. Плюсик 271. В объем укладываемся. Итого, по всем критериям РКЗ, организация текста, языковое оформление, данная работа получила максимальное количество баллов. 18 из 18. Итак, мы с вами рассмотрели основные принципы написания статьи. Теперь мы знаем, что такое инверсия, какие фразы можно использовать в своем письме. Не забываем Baby Yoda. И желаю вам удачи в написании. Всех Олимпиад. И до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok